Добрый день! 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 В компании, как ты говоришь, в бане Какие-то блатные песни Или братвы исполнить Барре умеешь брать? Я не только барре, я знаю там джазовые аккорды Ты что, я же учился На джазовой кафедре В музыкальном училище имени Мусоргского Поэтому я имею понятие В общем-то о том, как играть Но не играю, конечно, как гитарист Или как пианист, но так для себя Могу намурлыкать что-то Давай мы сразу с хорошего Блюза начнем, поставим небольшой музыкальный Фрагмент, мама с Бэтбойс, группа которой Сколько лет, кстати, ей вообще? Ну сейчас посчитаем Если она образовалась в 89 Году, значит получается 99, 2020 24, 35 лет С ума сойти Сейчас вот 35 лет Я из этих 35 Примерно половину, 17 лет был с ними Многие спросят, а как так? Группа американская Там вообще негра черные Черные причерные И вдруг белый ты, живущий в Петербурге Как это вообще? Как вы репетируете? Ну, во-первых, эти два Темнокожих гиганта Именно в 89-м году Покинули Соединенные Штаты Поехали в Европу Жить? Ну, они поехали как бы не жить сначала А на гастроли Но их так зацепил Амстердам Что они там застряли Это ты сейчас намекаешь на запрещенные вещества? Ну, почему? Все думают про Амстердам Сразу про запрещенные вещества Да, конечно Не-не, конечно Запрещенные вещества там Есть в легальном Исполнении Но Амстердам вообще прекрасный город И Голландия прекрасная страна Там клево Там очень хорошо Поэтому я не удивляюсь Что они там тормознулись И, в общем, скажем так По сей день Ну, к сожалению, Ламар Ламар умер Второй Отис Рахим Хорнсби Басист Он живет в Амстердаме с тех пор И, я надеюсь, еще долго проживет Я оказался там в 2000 году Прожил там более 10 лет Там мы и встретились Поэтому я оказался Вместе с ними Когда в 2006 году им Понадобился новый барабанщик Я прошел прослушивание И они меня, к счастью, взяли Вот этот альбом Который мы будем слушать Он один у них всего Мы услышим тебя здесь Да, в 2008 году Мы сели в студию В одном голландском Маленьком городке И записали этот альбом Который назвали Family Business Потому что мы Больше чем бэнд Мы как бы так сдружились Что стали как братья Как семья Мой любимый блюд с этого альбома Сразу с главного зайдем Называется Home Alone Blues То бишь блюз Одиноко сидящего дома человека Да, написал басист Тотис Рахим Хорнсб Это, в принципе, автобиографичный блюз Барабаны Это Олег Смирнов Сидящий в студии Гитара Ламар Кингби Чейз Покойный Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I don't want to see nobody Hanging around my house When I ain't home I mean that Absolutely no one Hanging around my house When you know I ain't home When you know I ain't home So you just sit there With your fine self, woman You wait for your long-loving man To come on home Absolutely no one Sitting on my furniture Drinking my Jack Daniels When I ain't home Sitting on my furniture Using my telephone Smoking my weed When you know I ain't home So you just sit there With your sweet fine self You wait for your long-loving man To come on home Yeah Yeah ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама за Бэтбойс на Моторадио. Группа, участником которой является наш сегодняшний гость, Толик Смирнов. И, слушай, это где вы писались вообще? Слушай, я... Не в России. Не-не-не, писались в Нидерландах. Просто название городка я уже запамятовал. Какой-то малюсенький там. Слушай, дорого записать пластинку? Ну, даже не знаю. За нас платили, слава богу. Мы же блюзмены, откуда у нас деньги? А есть такая традиция? Иногда в студии помогают. Да, конечно. Там люди были наши поклонники, как бы, слава богу. Ой, я вспоминаю, мы тут вне эфира говорили, что группа выступала и у Стива, Стива нашего замечательного на фестивалях Блюз Дельта Невы. И были в 2008 году, ты говоришь, хедлайнерами, да? Да, в 2008 году мы впервые появились в России. И появились именно как хедлайнеры вот этого фестиваля Блюз Дельта Невы. И с тех пор у нас и пошли завязки уже с Россией. Мы после этого еще несколько раз поехали в туры уже по всей России, включая Урал, Сибирь и прочие города по Волжии. Слушай, а как вообще музыканты, если ты с ними общаешься, переживают, ну, вот этот вот, ну, я не знаю, нашествие музыки, который музыкой-то трудно назвать, вот этот рэп, вот это вот все такое, что сейчас молодежное. Опять же, я без брюзжания, я действительно не понимаю. Иногда, переключая телевизор, напарываешься на какое-нибудь современное, там, я не знаю, как называется, MTV, там, или как они сейчас называются. Ну, это же ужас вообще. Это действительно, ну, какой-то вот ритм и все, и какие-то странные слова, часто нецензурные. И я думаю, что этот вопрос, ну, правомерно задавать всем музыкантам, относительно действующим, в том числе и тебе. Как люди, воспитанные на той вот классической блюзовой школе, как с этим мириться? Ну, мириться, не мириться, но принимать как данность. Я разделяю твое отношение к этому. Я тоже, когда щелкаю эти музыкальные каналы, почти ничего интересного там обычно не слышишь. Действительно, это какая-то музыка в кавычках, скажем так. Причем там и живых инструментов твое обычно нет. И она создается искусственным путем, какими-то музыкальными программами, людьми, которые не являются даже музыкантами. Ну, и действительно, ни текста, ни музыки, ну, я не знаю, как к этому относиться, как к некой деградации, что ли. Ну, это же, тем не менее, в любом случае, это печальная ситуация, мне лично кажется. Печальная тенденция, но она же наблюдается, в принципе, не только в музыке, в других видах искусства. То же самое происходит. Ничего нового не создается. В лучшем случае что-то перепевается, переигрывается, выдаваясь за созданное только что. Ладно, побрежали. И молодое поколение об этом просто не знает. Иногда говоришь людям, что это песня 50-х годов, и они страшно удивляются. Я тебе больше скажу, раз уж мы продолжаем, что молодое поколение иногда, услышав, как привожу пример, мне пишут письмо там, дядя Саша, спасибо вам, я услышал на вашем радио Ози Осборна, я не знал, что есть такой музыкант. Я скачал все альбомы, я фанат. И ты понимаешь, что реально они не знают, ну, что там могут взрослые сказать детям? Дети это дети, а взрослые так, отстой мы с тобой. И детишки редко слушают родителей с точки зрения там, то есть они слушают то, что модно в их среде, там в школе, в классе, да? Вот, а там вот они слушают инстасамку какую-то, ну, это же, это тикток, да. Ну, хватит. Не, ну мы не брюзжим как бы, в принципе, вот эта борьба поколения, она всегда была, и у нас с нашими родителями тоже была, но разница в том, что все-таки то, что слушали мы, и то, что не могли понять наши родители, все-таки являлось музыкой. Но мы с тобой говорим о том, что слушают сейчас, и сейчас действительно сложно назвать. Да, да, да. Расскажи мне, пожалуйста, как можно добиться плотного звука в группе из трех человек? Меня всегда поражал в этом смысле Led Zeppelin тот же. И я не говорю про альбомы студийные, где там можно чего-то наложить там и так далее, сыграть одному гитаристу на за двух. А если слушаешь лайв, и вот старые там Хендрикса древнего, там Крим, и поражаешься, и я, собственно, к чему клоню, что, как правило, три музыканта, ну, много таких вот трио великих. Power Trium. Да, да, да. Басист, гитарист. И барабанщик. И барабанщик, да. Если к тебе как барабанщику, как это вообще возможно, как получается, ну, плотность вот эту создать, и чтобы это было какое-то не такое редкое вялое, там, две травинки, а прямо вот целый саунд такой. Это как достигается? Громко надо играть или что? Много играть. Вообще не прерываясь, чтобы все время какой-то барабан где-то звучал. Как? Слушай, ну, формат Power Trium, действительно, пожалуй, самый сложный. Опять же, даже если смотреть в другие жанры, даже если посмотреть джаз, джазовое трио, допустим, гитара, бас, барабаны, либо фортепиано, бас, барабаны, это самые сложные составы в роке, там, или в блюз-роке. То же самое получается. Вот эти вот трио, такие традиционные гитара, бас и барабаны, для того, чтобы плотно звучать, конечно, должны быть, я не знаю, цензурно ли будет сказать, играть с яйцами, но имеется в виду, что подача должна быть очень суровой. Опять же, если мы говорим о блюз-роке, то это, конечно, такая по большей части, наверное, мужская музыка. Не зря байкеры, там, такие вот, супер-мачо любят вот это все, потому что там заложена вот эта энергетика, очень мощная, такая мужская, настоящая. Ну, многие думают, просто хорошо подзвучить установку барабанную, сделать ее громко, и вот оно, и, ну, мне кажется, да нет, дело не в этом, даже если мы возьмем выступление в каких-то небольших клубах, что часто происходит, опять же, с блюзом, там прекрасно звучат такие трио, невзирая на отсутствие какой-то мощной аппаратуры, тут дело все в умении извлекать звук, скажем так, на каждом инструменте, будь то гитарист, басист или барабанщик, или вокалист, должна быть, как я сказал ранее, с яйцами. Уж извините. Слушай, ну, если мы говорим о блюзе все-таки, да, об электроблюзе, вот этом нашем Мамос Бэтбойс, да, например, яркий представитель, здесь ведь получается, что, в принципе, все вот эти вот блюзы, это, ну, там, три-четыре иногда аккорда. Конечно. И вот это поражает, обилие групп, обилие материала, просто океан. И обилие мелодий. Да, на трех аккордах. Да. А в твоем случае я вообще страшный вопрос тебе задам. Там, в принципе, один и тот же ход, ну, в основе лежит, наверное, какой-то, да, какой-то ритм. И если мы говорим... Ну, скажем так, два вида ритмов. Да, ну, да, Два вида пульсаций даже, а не ритмов, скажем так. И как вот это... Может быть, это по-своему и хорошо тебе, ты особо не заморачиваешься, выучил два, и всегда попадаешь куда нужно. Или тут есть сложность какая-то. Потому что если мы возьмем, например, Эмерсон Лейкен Пальмер, ну, что-нибудь такое, арт-рок какой-нибудь, да, там, конечно, иногда там послушаешь барабаны, ну, прямо там какой-нибудь портной, там, и вот эти вот всякие прочие... Киртоз. Да, 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 и унес сложнейшие партии, прямо отсюда, и сбивки, и там смены ритмов, и все это в одной композиции, то в блюзе здесь все вот прямолинейно, и внятно, понятно, и ожидаемо, что, кстати, тоже очень круто, потому что ты ждешь, и вот этот такт случается, и у тебя прямо вот идет отдача, и ты попадаешь в резонанс. В этой связи вопрос тебе, не сложно быть блюзовым барабанщиком? Было бы хорошо, если все было так, как ты рассказал. Конечно, может быть со стороны все это выглядит проще, чем есть на самом деле, но опять же, чем прекрасен блюз, чем прекрасен джаз, вот эти два жанра, они прекрасны тем, что там есть возможности для импровизации, потому что все-таки в других жанрах какие-то рамки, они пожестче, и тебе за них не выйти. В блюзе и в джазе хорошо то, что одну и ту же композицию, исполняя на разных концертах, можно чуть-чуть, ты можешь чуть-чуть менять, чуть-чуть импровизировать, в зависимости от твоего настроения, в зависимости от настроения твоих коллег на сцене, в зависимости от приема публики, то есть ты можешь играть то, как ты чувствуешь, и это прекрасно, поэтому нет ни одного одинакового концерта, что мне нравится всегда, и ты чувствуешь себя расслаблено и свободно, и как бы самовыражаешься таким образом. Давай приобщимся еще к следующему треку этого же замечательного альбома, Толик Смирнов на барабанах и два темнокожих музыканта на гитарах. Смирнов на барабанах Смирнов на барабанах Горьевна от Базін Горьевна от Базін Субтитры сделал DimaTorzok 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 Блюзовые прозвища А с другой стороны, слушаешь музыку и думаешь, что еще сыграть, так извини меня, знаешь, далеко не каждый может Вот как это сопрягается, сочетается в людях? Слушай, ну по молодости, конечно, все мы подвержены воздействию разных экспериментов с собой Посредством алкоголя и других всяких запрещенных веществ И, конечно, ребята из «Мамы с Бэтбой» Сламар и Рахим тоже в свое время через это прошли Но, вот, скажем так, годы, которые я с ними был, эти 17 лет последних Прекрасные люди, очень добрые, умные, талантливые Мусульмане? Ну, как тебе сказать? Ламар, по-моему, такой Нет, Ламар, он вообще атеист Ага, хорошо Рахим, его на самом деле зовут Отис Вообще-то Рахим, это его, да, действительно мусульманское имя Он якобы мусульманин Ну, мусульманин такой, знаешь, типа я не ем свинину, там еще что-то А сам ест? Не-не-не, был такой прикол У меня был день рождения И моя тогдашняя голландская супруга приготовила Ну, она была, у нее хобби было готовить И, в общем, неплохо у нее получалось И она из свинины приготовила там какую-то штуку И он не знал Он не знал, что это свинина И съел У меня был день рождения И я как бы так чисто символически Мы втроем его праздновали Я принес, значит, этот продукт И мы с Ламаром так перемигнулись Что, типа, не будем говорить ему, что свинина Что ты думаешь? Он там за обе щеки трескал эту свинину Спросил, правда, как, это не свинина? Мы говорим, не-не-не, все нормально Все А вы это ему не говорили? Не, мы не говорили Он так и не... Так он не в курсе до сих пор Это насчет мусульманства, да? У нас в райдере Мама с Бэтбойс Всегда была бутылка Джек Дэниелс То есть каждый концерт Помимо гонорара Бутылка Джек Дэниелс Но, опять же, многие люди там думают Что вот эти трюки с бутылкой Которые осуществлял Ламар все время Это слайдовая как бы гитара, да? Ну, да Ну, и он там делал вид, что он пьет Опять же, все считали, что вот он алкаш И все такое Но на самом деле нет На самом деле Эти бутылки Одна бутылка использовалась на нескольких концертов Я эти бутылки потом собирал Потом какое-то пати мы просто устраивали Когда уже вне работы И выпивали там этот Джек Дэниелс Но во время концертов Ничего подобного не происходило Все это было только для шоу исключительно Я, собственно, к чему спрашиваю? Есть множество легенд О плохих характерах разных музыкантов Ну, все знают Ричи Блэкборд, например Такой там, да? Ну и не будем, ладно, никого Просто есть люди с тяжелым характером Со своими там понтами Со своим ощущением себя божеством При этом это чудесные музыканты и так далее Но работать с ними, наверное, ну такой не подарок Вот в твоем случае это как было с ними? Ну, в моем случае, к счастью, мне, конечно, повезло И, как я уже сказал ранее Оба этих парня прекрасные люди И мы с ними настолько сдружились, что Массу времени, помимо нашей музыкальной деятельности Мы проводили вместе То они у меня в гостях То я у них в гостях Даже как-то меня выгнали из дома Я позвонил Ламару Объяснил ему ситуацию Он сказал Живи сколько хочешь Я приехал Мне поставили Раскладушку Ну, где спать Мне выдали еду Мне выдали там какие-то спиртные напитки Сказали, что все Ну, правда, это продлилось несколько дней Через несколько дней мне позвонили Сказали, что давай возвращайся домой Прости, но я имею ввиду сам жест Ну, да, да, да И сами наши отношения Они были вот такими Ну, и остаются И остаются, конечно Окей Хорошо Что у нас Давай мы резко перепрыгнем в другую сторону Что у нас вообще с блюзом в стране, в России Куда-то как-то это уменьшается Все, интерес ослабевает Или наоборот возрождается Или он как-то вот стоит Вот нишевая такая музыка И есть вот эти вот там Миллион человек в стране, которые это любят И как-то ни туда, ни сюда Вот он такой, константа какая-то Вот как ты думаешь? Слушай, ну за всю страну И за всех исполнителей блюза Здесь в России Мне сложно Держать ответ Я так, конечно, наблюдаю За нашими коллегами Из других городов Но По собственному опыту С группой Atomic Jam Band Я могу сказать, что Выступления в той же джазовой филармонии Регулярные Не реже раза в месяц И на других площадках в Питере Интерес всегда есть, да? Интерес всегда есть Всегда аншлаг Всегда теплый прием Всегда люди там Подходят, благодарят Хотят сфотографироваться на память То есть Это вселяет надежду, что Эта музыка пробивает все-таки сердца Окей Иногда молодые Что удивительно Потому что, опять же Если там люди подходят Сорок плюс пятьдесят плюс и далее Это еще Ну, объяснимо Объяснимо, да Но когда подходят там люди двадцать плюс В восторге И говорят классная музыка Да, да, да Они только для себя это открыли И их Эта энергетика как-то там Вставила Это, конечно Радует Слушай, а ты такой у нас один Экземпляр такой человеческий В Петербурге Который, как бы, поиграл и в американской группе И здесь Или у нас есть еще какие-то примеры Музыкантов, которых мы знаем И которые там и там побывали Или ты Такое ощущение, что ты один такой В Петербурге Да, в Петербурге Ну Ну С моей помощью Доктор Дон Мой Лидер группы Да, да, да Из Атомик Джамбен С которым мы уже десять лет В этом году тоже Слава Богу вместе Вот взял бы ты его за компанию В гости Да У нас есть гитара Фендер стоит Обязательно Обязательно Может он нам сыграл бы здесь Обязательно Надо будет осуществить Он тоже прекрасный человек Во всех отношениях Тоже в смысле Как и ты Ты так прозвучала И хотя я это не оспариваю Это я имел ввиду Тех двух темнокожих Нет, я не про себя Я не настолько хороший Он прекрасный парень Очень талантливый Ну в общем самородок Хотя самоучка Никакого музыкального образования у него нет У него есть просто прекрасные уши Прекрасный голос Прекрасные руки там У него такой блюзовый голос Я бы сказал Прямо вот с трещинкой Как нужно Да, да, да Я когда первый раз его услышал Я просто не поверил Что я в России Слышу русского Который так исполняет блюз И до сих пор я Фронтмена равного ему Еще пока не слышал Я прошу прощения у тех У Ла Дзепплин Фронтменов Которые есть О которых я может быть не знаю И которые может быть круче его А может быть Или такие же как он Но тем не менее Лично я Знаю только его На таком уровне Настоящем Что опять же То о чем я рассказываю Когда парни из Мамас Бэтбойс Его услышали Ламар Сказал, что когда я слышу его голос У меня такое впечатление Что я сейчас обернусь И там Сидит черный седой Мужик А это вот этот белый парень Молодой И Мы несколько раз звали Будучи в туре По России Звали его Специальным гостем И опять же Парни с ним Так сдружились Ну я то Понятно Уже 10 лет Мы вместе И они мне Сами сказали Что Так давай его возьмем И для Дона Это было Конечно Очень лестное предложение Он сам не ожидал По моему Что он так понравился Настоящим блюзменам Американским И С 2019 года Он был полноценным Участником Мамас Бэтбойс Мы перестали быть Пауэр трио Мы стали Пауэр квартетом И Единственное Что он там Почти никогда не пел Но как второй гитарист Он там Очень Был на месте Вот так Был на своем месте Реально В альбоме его нет Он стал нашим украшением Нет В альбоме его нет Но В 2019 году Опять же Мы поехали На международный Джазовый фестиваль В Коктебель Были там тоже Одними из хедлайнеров И Там произвели В общем фурор С доктором Доном Уже И люди не верили Что это из России Да Не удивительно Что люди там К нему подходят Начинают говорить По-английски Потому что У него английский Тоже прекрасный Давай послушаем Еще немножко Музыки С альбома Family Business Mamas Bad Boys 2008 год На барабанах Толик Смирнов Толик Смирнов Толик Смирнов Толик Смирнов Толик Смирнов Толик Смирнов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА